В эфире служба новостей Саров-24 в студии Дарья Козина. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Когда закончат капремонт? Ход работ в школе номер 11 на улице Павлика Морозова проверил глава города. Облик города зависит от активности горожан. История реконструкции детского парка на улице Сосина. Ваше тело в ваших руках. Как привести себя в форму для пляжного сезона? Далее расскажем обо всем подробно. Успеет ли закончить капремонт 11 школы на Павлика Морозова в срок или в Сарове появится еще один долгострой? Такими вопросами задавались многие горожане в соцсети, поскольку по договору срок завершения работ 1 июля. Однако, как нам сообщили в администрации, срок сдачи объекта перенесли из-за необходимости внести изменения в проектно-сметную документацию. Новый срок завершения капремонта 11 школы – август. Как идут работы на объекте, выясняла наша съемочная группа. Чистовая отделка третьего этажа уже на финишной прямой. Кабинеты покрасили, двери установили, расстелили линолеум. Сейчас эти же работы активно ведутся на втором этаже. О ходе работ в здании 11 школы на Павлика Морозова глава города рассказал на своей странице в соцсети. Подрядчик ООО «Мастер кровли» из Чебоксар начал подготовку первого этажа к чистовой отделке. В спортзале также заканчивают отделочные работы, а в пищеблоке завершили укладку плитки. Капитальный ремонт школы номер 11 на улице Павлика Морозова начался в прошлом году. Работы шли параллельно с учебным процессом. Однако уже к зимним каникулам стало известно, что со следующего семестра учеников распределят по другим школам города. Ситуацию назвали вынужденной, так как, когда планировали ремонт, рассчитывали, что к его началу завершат строительство школы на Зорге. Однако к первому сентября объект так и не сдали. Напомним, сейчас ситуация на объекте школы на Зорге непростая. Подрядчик не укладывается в сроки. Успеют ли закончить капремонт 11 школы на Павлика Морозова в срок или в Сарове появится еще один долгострой? Такими вопросами задавались многие горожане в соцсети, поскольку по договору срок завершения работ 1 июля. Однако, как нам сообщили в администрации, срок сдачи объекта перенесли из-за необходимости внести изменения в проектно-сметную документацию. Новый срок завершения капремонта 11 школы – август. У подрядчика были сложности с выносом водопровода в районе будущего школьного стадиона, но он уже ее решил. И, по его словам, стадион будет готов в течение месяца. Все необходимые материалы для работы уже закуплены, сообщил глава города. Также перед рабочими стоит задача привести территорию в порядок, уложить новый асфальт и доделать крыльца. Мы продолжим следить за развитием ситуации. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Электроснабжение в городе отключат 12 июля с 8 до 17 часов в связи с комплексным ремонтом оборудования. Цвета не будет в домах 12, 14, 16 на улице Пионерской, домах 8, 10, 12, 19, 20, 21, 23 и 31 на Октябрьском проспекте, в доме 10 на улице Победы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За три дня до освящения Успенского собора в Сарове нашелся на престольный крест. Об этом во время встречи с главредами СМИ рассказал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. По его словам, ценность пропала в 20-е годы прошлого века, а нашлась ровно за три дня до освящения собора. Владыке поступил звонок из музея Андрея Рублева, куда пришел человек с данным крестом, чтобы узнать его стоимость. Как выяснилось, тот приобрел святыни на аукционе в Америке, но потом решил продать. В итоге крест выкупили попечители. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От административного штрафа до тюремного срока. В рамках семинара по профилактике коррупции правоохранители города и области зачитали доклады для муниципальных служащих. Специалисты разобрали типичные ошибки в заполнении налоговой декларации и предостерегли от получения взятки и приема на работу родственников. При покупке автомобиля по программе трейд-ин сумму, в которую оценили старую машину, необходимо включать в графу доходов. Об этом и других нюансах госслужащим рассказали в рамках семинара по профилактике коррупции в Нижегородской области. Чаще всего инциденты связаны с ошибками в заполнении налоговой декларации. Нужно предоставлять выписки по всем вкладам и избавляться от неиспользуемых банковских счетов до октября, чтобы до конца года банк успел обработать заявку и закрыть их. Большую часть коррупционных преступлений составляет взяточничество. В текущем году на 58% увеличение произошло с 43 до 68% увеличилось количество выявленных наиболее опасных коррупционных преступлений, получения взятки. В том числе на 64% с 22 до 36% совершенных в крупных, особо крупном размере. В этом году правоохранители зафиксировали в Сарове 4 случая хищения муниципальных средств. В одном из них подрядчик, делая ремонт фасада жилых домов, выполнил работу в меньших объемах и более дешевыми материалами, что утаило от заказчика. В другом случае в реализации нацпроекта при ремонте автомобильных дорог директор организации похитил более 3,5 миллионов рублей. Сообщить о любых эпизодах коррупции можно по телефону 8 950 602 09 26 и 8 906 368 15 34. Обращение в администрацию, попытки внести поправки в бюджет города, привлечение общественности к проблеме. Еще несколько лет назад детский парк Насосино был совершенно другим. Устаревшие конструкции, рассохшиеся лавочки, замшелые дорожки. Вопрос необходимости реконструкции парка депутат Нонна Левина подняла еще в 2016 году. Благодаря приоритетной программе формирования комфортной городской среды, городское пространство удалось вернуть к жизни. Детский парк на улице Сосино для Нонны Левины словно машина времени. Возможность перенестись в прошлое, в город детства, юности, молодости. А фотографии проводники в те времена. Сюда приходили родители ее мужа. Здесь каталась на аттракционах и маленькая Нонна. А позднее гуляли по этим тропинкам и рассматривали гипсовые фигуры животных уже ее дети. Похожие снимки сохранились у многих местных жителей. По ним можно определить, каким был парк 30 или 40 лет назад. И мы узнаем на этой фотографии ту самую вазу. Это, наверное, единственный такой раритет. Единственное, что сохранилось, аутентичное, из того старого парка. А еще в парке был искусственный водоем. В 70-х годах прошлого века сюда даже запустили искусственный водоем белых лебедей. Я их видела. Это было очень красиво. Ну, единственное, что проект продержался недолго. Ну, потому что, конечно, сложно в нашей природе и в наших погодных условиях задержать лебедей. В 50-е и 70-е годы прошлого века в детском парке были площадка с аттракционами, летняя эстрада с местами для зрителей, веранды, где можно было взять в прокат спортивный инвентарь. Вдоль дорожек парка были установлены информационные стенды с правилами дорожного движения, пожарной безопасности и другими, выполнявшие воспитательную роль. Ежегодно в парке отдыхали дети из пришкольных летних лагерей. Ближе к 2000-м годам это место изменилось до неузнаваемости. Устаревшие конструкции, рассохшиеся лавочки, замшилые дорожки. А вот в 2016-м году возникла тема детского парка. Вот как будто из ниоткуда. Разные люди обратились в разное время, с начала года. Обратилась молодая женщина с ребенком, дошкольником. Сказала, что проживают, хотя они в новом районе, но парк настолько востребован зерного, что большие очереди в праздники стоят. Вообще, они бы с удовольствием приехали и гуляли бы здесь, в спокойном, тихом месте. Обратились пожилая супружеская пара, у них внуки. Нонна Левина написала обращение в администрацию. Ответ пришел длинный, на три страницы. Но его смысл можно уложить в несколько предложений. Реконструкция парка нужна, но средств на это в бюджете нет. Тогда Нонна Олеговна пошла другим путем. Один из инструментов работы депутата – поправка в бюджет города. Он просит внести изменения в расходную часть бюджета на реализацию определенной задачи. Поправку рассматривает согласительная комиссия. Ее могут принять или отклонить. Поправку Нонны Левиной отклонили. И вот на тот момент у меня было ощущение такой беспомощности. Не скажу безысходности, но... И не скажу, что руки опустились, но... Вот реально непонятно, как эту проблему решить. И с какой стороны к ней подойти. Но, видимо, эта проблема назрела уже не только у нас в городе. Понятно, что люди говорили о том, что необходимо благоустраивать общественные пространства. Необходимо обратить внимание на комфортную городскую среду. В 2016 году приняли приоритетную программу формирования комфортной городской среды. В рамках избирательной кампании в 2018 году Нонна Левина и ее помощники обошли на округе квартиру за квартирой, агитируя за инициативу реконструкции парка. В результате большой общественной работы более 8 тысяч горожан отдали свои голоса парку. И после длительного обсуждения была разработана концепция его реконструкции. Всего на благоустройство парка направили более 110 миллионов рублей. Парк обрел свою вторую жизнь. Я когда первый раз после его реконструкции увидела детский парк, он сиял огня винового освещения. Я сначала даже не поняла, что мне это напомнило. А потом мне пришла в голову ассоциация. Это праздничный торт. День рожденческий торт. Это действительно символично, потому что парка вторая жизнь. Новая его жизнь, его день рождения. В обновленном детском парке, кроме нового освещения, появилась система видеонаблюдения детской и спортивной площадки. Место для выгула собак, теренкуры с резиновым покрытием. Посажены черемуха, сосны, рябины, клёны и липы. В декабре 2022 года впервые в парке установлена новогодняя ёлка. Проводятся детские праздники. И главное, в парке многолюдно и звучит детский смех. Как привести свое тело в форму, чтобы уверенно чувствовать себя на пляже? Для этого нужно составить четкую программу тренировок и питания. Физическая активность нормализует вес и укрепляет мышцы и нервную систему. На пути к здоровому и красивому телу вам помогут тренеры клуба «Артфитнес». Летом, сидя на работе, многие уже грезят о долгожданном отпуске на море. Девушки примеряют новые купальники и задаются вопросом, как подготовить тело к пляжному сезону. Тренер клуба «Артфитнес» Олег Майоров говорит, что сбросить вес или привести себя в тонус быстро не получится. Это длительный процесс, на который нужно закладывать как минимум полгода. В это время нужно разработать план питания и программу тренировок. Ни в коем случае нельзя истязать себя за несколько недель до отпуска. Так вы можете серьезно подорвать свое здоровье. Первые тренировки, они не объемные, поэтому это минут 40-50. Тут главное наладить определенный режим. И первое время, когда ко мне приходят какие-то новенькие люди, я стараюсь ставить цели. И цель невысока. Просто поставить три тренировки в неделю, делать это режимно. А уже потом по целям разбирать и создавать новые цели. Самое главное в тренировках – регулярность. Если вы ставите себе цель сбросить лишний вес, то тренироваться лучше натощак, чтобы организм брал энергию из-под кожного жира. А в питании надо создать дефицит калорий над расходами. И без подсчета БЖУ, белков, жиров, углеводов в этом случае не обойтись. И для похудения, и для поддержания здоровья и тонуса добавьте в свой рацион больше овощей, фруктов, белка. Не менее важную роль в этом процессе играет хороший 7-8-часовой сон. По питанию, конечно, больше овощей, больше белка. Первые приемы – это углеводные идут. Рис, кашки тоже в небольших объемах, с определенным интервалом, с хорошим сном. И с постоянностью по тренировкам вы обречены на успех. Сладкое, мучное, жирное, фастфуд. Иногда так хочется съесть что-то неполезное. Тренер советует, что есть можно все, но в небольших количествах и не слишком часто. А если вы чувствуете, что переборщили с неправильным питанием, то идите в спортзал и поработайте там дольше обычного. Если цели похудеть у вас нет, но вы хотите поддерживать тело в форме и хорошем тонусе, то вам также необходима регулярная физическая активность. Тренировочный объемный процесс всегда провоцирует выработку гормонов. Когда мы создаем определенный объем работы, наш организм начинает просить, дай мне вот этот гормончик, дай мне вот этот гормончик. Наш метаболизм увеличивается, и наше тело начинает работать в другом темпе. Когда этот процесс налаживается, у тебя автоматически начинает тело тонизироваться, и ты начинаешь лучше себя чувствовать, и твой тело начинает тебя радовать. Физическая активность нужна каждый день, поэтому свободные дни без тренировок можно посвятить ходьбе в умеренном темпе или заняться бытовыми делами. Главное – не лениться и ввести активность в привычку. Чтобы получить квалифицированную помощь, не надо серфить на просторах интернета. Приходите в арт-фитнес. Тренеры клуба – профессиональные спортсмены с большим опытом работы. Для вас подберут индивидуальную программу тренировок, составят план питания, помогут с постановкой целей. В фитнес-клубе большое количество разнообразных тренажеров на все группы мышц. Позаботьтесь о своей физической форме вместе с арт-фитнес. Улица Павлика Морозова, 39. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 и в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Дарья Козина. Всего вам доброго и хороших вам новостей.